Возвращение 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 Ну, возвращение. И я понял, что это название моего фильма «Веродатс». А потом я начал изучать слово «Веродатс» у разных людей, которые интересуются истоками армянского письменности и слов. «Веродатс» означает «возвращение к истокам». И это и выражает мой фильм. То есть «возвращение к истокам». К истокам человеку. Не истокам, которым мы прорвы приведите, Родина, наша Земля, а именно к человеческим истокам. Сначала человек, потом Земля. Сначала Земля, потом человек. Это все связанные вещи. И не бывает, приоритетов не бывает. Расскажите, пожалуйста, о сюжете фильма. Сюжет фильма, как говорят уже сейчас драматурги, критики из России, они говорят, неужели так все просто? Почему я не придумал это? Да, это же все просто. Сюжет фильма очень прост. Мальчик, потерявший родных на войне в Карабахе, он немножко шаловливый мальчик. И дедушка его вывез в Россию, чтобы он выжил, потому что он влезал всякий. 12 лет мальчиком. Вывез в Россию, и он пытался ему проявить какие-то качества, сострадания, любви. Дедушка сам музыкант, играет на дудуке. И он пытался проявить через музыку как-то ему что-то. И этот мальчик не понимал слова дедушки. И дедушку случается так, что дедушка погибает. Умирает в возрасте, в общем, умирает в России, мальчик остается один. Ему передают гроб дедушке. Самый дешевый из четырех досок. Дают ему, потому что он беженец, он без места регистрации, то есть место ему, где в общем могиле. Мальчик берет гроб и везет его домой. И он проходит, но он не сразу берет, с Россией везет. Он летит на вертолете. Вертолет сбивают на территорию Чечни. Мальчик остается жив. И с территории Чечни до Карабаха, это год 93-й, через все войны, Чеченская война, Грузинская, через Азербайджанскую территорию, через Карабахскую войну, мальчик внесет гроб и вернется на родину, трансформировавшись в совсем другого человека, который может, знает очень много слов и понимает смысл тех слов, которые сказал ему дедушка. Расскажите об актерах Возвращения. О актерах Возвращения? Не называйте Возвращения. Я не хочу раскрывать, я не знаю, как с продюсером мы договоримся, но не хочется раскрывать смысл. Просто пусть будут звучные слова. Вера Дарц. Для русского человека, для англичанина, для немецкого. Вера Дарц, красивое слово. У него очень много силы в этом слове. Итак, кто актеры Вера Дарца? Самые главные актеры Вера Дарца, это у нас дети. Я скажу, что это был самый наш больной вопрос, потому что от мальчика зависит весь фильм главного героя. У нас кастинг проходил в России, в Карабахе, в Армении. И мы нашли этих детей здесь, одного в Карабахе, двоих здесь. То есть это главный герой Артура, который играет главного героя, это Михаил Махитарян. Махитарян, он из Карабаха мальчик. У нас есть Леонардо, играет брата Артура Арменчика. Есть еще Нарик, Нарик его зовут, тоже с Армении, играет Назима, азербайджанского мальчика. То есть это вся... Я скажу так, по актерам я скажу, что мы попали в десятки, даже больше. Эти дети очень талантливые. Вы скоро в этом убедитесь. Они до того талантливые, что актеры, которые с ними работают, актеры, которые имеют опыт, там взрослые люди играют, значит, они меркнут. Съемки у нас некоторые прошли в Армении и пройдут еще в Армении, а в основном в Карабахе. В каком режиме вы работаете? Сложные ли декорации? Много ли снимаете на натуре? Какие места съемок используете? Иными словами, какова география съемок? У нас во всем фильме один интерьер. То есть весь фильм у нас на натуре. То есть мальчик идет домой. Какие интерьеры? Я скажу, что самые красивые, самые сильные, самые мощные места, Карабахи, в Армении, они у нас все есть. Мы даже использовали, вы даже сами не знаете, какие у вас места здесь есть. Когда закончатся съемки? И сколько будет длиться монтаж? И когда выйдет картина? У нас еще 32 съемочных дня, три мы уже сняли, можно посчитать. Значит, я думаю, что к концу, ну, середине ноября мы закончим съемки, и, к примеру, у нас будет в мае планируем на Каннский фестиваль. На Берлинарии мы не успеваем, мы планировали сначала, у нас была планировка на Берлинарии, но затянулась подготовка, мы не успеваем. Я не жалуюсь, что мы пойдем на Каннский фестиваль, мы не успеваем на Берлинарии, просто Берлинарии нам больше, ближе, потому что тематика, она больше Берлинского фестиваля, чем Каннского, потому что Каннский, он более такой, скажем так, гламурный фестиваль. По вашему мнению, на какого зрителя рассчитан фильм? Я думаю, что, так как его будет смотреть, весь Кавказ будет смотреть, потому что это единственный российский фильм, где главный герой, главный герой мальчик, не русский, кавказец. Это вообще для российского проката и кино. Это первый фильм, где главный герой является национальным меньшинством, где бандиты не... То есть, кавказцы не в том шаблоне, которым мы все привыкли видеть. Что бы вы пожелали своим будущим зрителям? Я хочу вот чего пожелать всем своим зрителям. Я скажу словами дедушки Рубена из фильма «Лера Дарси». Он сказал своему, своему внуку такие слова, которые он понял только в конце. Все мы ищем свои корни. Я это прежде всего обращаюсь к своему народу. Все мы ищем свои корни, но находим всего лишь ветки. Ветка произрастает из ствола, ствол произрастает из корней, корни произрастают из семени. А семя находится в твоем сердце. Если человек не понимает себя, не признает себя, не ищет корни в себе, то он не может принадлежать, ему не стоит дальше привязывать к земле. Я сделаю все возможное, и вся наша группа сделает все возможное, чтобы этот фильм был достойным. Культура является, культура есть то, что ты, народ твой, может сказать другому народу. Это и есть культура. Культура не является тем, что законопроцент, не является песнями рабис, которые могут слушать только в одной улице или в одном городе. Эти песни, то, что мы говорим, и картины, которые мы пишем, книги, которые мы пишем, все, что угодно, оно должно доходить до других людей. Тогда процветает культура, тогда процветает народ. И эту мудрость, я считаю, что культурно, это такая копилка, большая копилка, где каждый народ туда кладет свое семя. Мы можем абрикосов и зиму добросить. Образно говоря. Потому что у нас есть вековая мудрость, века у нас очень всего много. Мы очень богатый народ, духовно-культурно. Но иногда нужно вспомнить и положить в общую копилку что-нибудь. Я считаю, что я передаю то, что, пережив мой народ, вот последнюю войну, пережив мой народ, он может, имеет мудрость и может сказать другим, может сказать всему миру, что с этого мы, какой вывод мы сделали с этого. с этой войны. И эта война, этот фильм не привязан к Армении, не привязан к Карабахской войне. Там нету этого. Там все войны. Если будет его смотреть китайцы, он подумает о своей войне. То есть он будет... Чем ценность этого фильма, что если выключишь звук, ты его посмотришь и поймешь. Даже заплачешь. Вот в этом ценность этого фильма. А я и моя команда, все мы постараемся делать все, чтобы этот фильм был достойным. Чтобы он все это дал, что мы хотим передать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова